Здравствуйте, я Нона Мартиросян, главный редактор журнала World Class. Сегодня у меня для вас очередные и довольно интересные новости, которые будут полезны не только родителям, но и детям. По правде сказать, те исследования, которые нам удалось обнаружить, не всегда однозначны, поэтому будет очень интересно почитать в комментариях, что вы об этом думаете. Если вам они понравятся, не забывайте ставить лайки. Занятие спортом – это не только полезно, но и весело. Давайте устроим маленькую викторину. Кстати, этот вопрос вы можете задать и своим детям. Как вы думаете, почему мускулы называются мускулами? Начнем с теории. Слово «мускулы» произошло от латинского слова «musculus», что значит «маленькая мышь». Древние римляне действительно считали, что бицепсы в напряженном состоянии очень напоминают этих грызунов. А что вы об этом думаете? Знаете ли вы, почему современные дети меньше увлекаются фитнесом и спортом? Как это ни странно, но современные гаджеты, компьютерные игры или соцсети – вовсе не основная причина. Вы сейчас очень сильно удивитесь, но мы все ошибались. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Temperature, именно изменение климата и глобальное потепление делают детей менее приспособленными к физическим нагрузкам. Согласно наблюдениям ученых, показатели силы и выносливости у детей на 30% ниже, чем у их родителей. Хотите версии, хотите нет. Поэтому самое время достать с антресоли лыжи и коньки и показать своим детям, на что вы способны. Правильное сбалансированное питание необходимо не только новоиспеченным мамам, но и малышам. Ученые из университета Суольси доказали, что диета является важным фактором, который влияет на здоровое развитие детей. Согласно наблюдениям, дети, находившиеся на грудном вскармливании, и те, кто ел овощи, гораздо более здоровы и активны, чем те, кто употреблял соки и смеси. В свою очередь активность – это здоровый крепкий сон. Мама будет довольна. Польза спорта и фитнеса неоспорима. Это знают все. Но насколько наша физическая активность влияет на наших детей – вопрос. Ученые из Гарвардской медицинской школы тоже этим вопросом задавались и провели эксперимент, правда, на мышах, согласно которому физические упражнения самок во время беременности действительно оказывало положительное влияние на их потомство. И это нисколько не зависит от того, будут ли дети или дети детей заниматься физическими нагрузками. Специалисты Мюнхенского технического университета доказали, что спорт способствует улучшению концентрации, самочувствия и качества жизни детей. Занятно, что у девочек концентрация после физических нагрузок гораздо выше, чем у мальчиков. Так что имейте в виду. Ученые ряда австралийских университетов пришли к выводу, что занятие спортом с самого раннего детства приводит к развитию когнитивных способностей. Исследование длилось ни много ни мало – 40 лет и проходило среди детей от 7 до 15 лет. Результат был неутешительным только для тех, кто пропускал уроки физкультуры. В остальном же это прекрасный способ избежать деменции. Занятие спортом для детей с избыточным весом приводит не только к улучшению показателей здоровья, но и к неожиданным результатам в плане интеллектуального развития. Так, в Испании было проведено клиническое исследование на детях в возрасте 8-11 лет, которое показало, что дети, которые регулярно тренировались, имели более высокую академическую успеваемость. В этой связи факультативы, кружки и секции после уроков никто не отменял. Хотите, чтобы ваши дети были не только здоровыми, но и счастливыми? Не вопрос. Записывайтесь на совместные тренировки по плаванию. Британские ученые доказали, что совместное времяпрепровождение в воде способствует более резкому и заметному скачку в физиологическом и психологическом развитии детей, а также, естественно, самым лучшим воспоминаниям. Ну, а на этом у меня все. Если вам понравились наши новости, ставьте лайк. Если вам есть что добавить и есть какие-то комментарии, то вы знаете, что нужно делать. Конечно, ждем вас в наших клубах. Кстати говоря, сейчас вы там можете найти наш последний номер, юбилейный. Так что, до встречи в клубе! Субтитры подогнал «Симон»!